Девушки отдыхают Нет, ее нет Алло? О, королева Миссис Эльф, не пойму, куда меня отправили Как только выясню, где я нахожусь, сразу, сразу вернусь А вы, пожалуйста, пока позаботьтесь о малышах О, хорошо, пока Миссис Эльф, теперь вы главная Конечно, без паники, Миссис Эльф, вы справитесь Вы ведь главная Может, нам забрать у них палочки? Отличная мысль Так, ребята, сейчас мы будем играть в игру Прячем палочки Так, все палочки мы спрячем в этот ящик Вот А теперь давайте-ка рисовать Что будем рисовать? Бабочек или зайчиков? Динозавров Тарквин любит динозавров О, хорошо Большие зубки Хорошо А теперь другая игра Закройте-ка глазки И представьте, что мы все попали во времена динозавров Миссис Эльф, может быть, лучше не стоит? По крайней мере, они не шумят Представьте огненные вулканы Густые джунгли и динозавров Представьте, что вы там Няня Плам Няня Плам Наколдуй нам обед Не могу, Ваше Величество День без волшебства Помните? Хм, тогда что же мы будем есть? О, пойдемте обедать в большое дерево эльфов Было бы здорово, Бен У нас много всякой еды Правда? Тогда мы принимаем приглашение Там внутри так тихо Эй, есть тут кто-нибудь? Бен, а почему Скайладер стоит? А, я не знаю Мудрый эльф, что тут у вас происходит? Увы, ничего Никто не делает игрушки Ты прав, Бен Нам нужно сделать много игрушек Но этого мы не можем Почему? Потому что у нас не работает мотор Давайте починим его Эльф все может Нет, нет, нет Увы, Бен, не получится В эльфийском моторе кончилось топливо Оу, а какое нужно топливо для мотора? Я вам не скажу Я должен знать все Это тайна Скажи, мудрый эльф На каком топливе работает этот мотор? На... во... во... В воде? Нет, на... во... Что, в варенье? Во... В варениках? Во... На валенках? Во... В волшебстве Во... В волшебстве Значит, великий эльфийский мотор Работает на волшебстве? Да Но вы же не феи Да Но волшебство не портит природу И никогда не кончается Только в этот день Да Так как сегодня день без волшебства Должен быть другой способ продолжить работу Да Конечно, аварийный двигатель Ну, конечно Сразу видно, что это струбери Ммм, да Нужна маскировка Чудесно Викинг, викинг, викинг Мчится по волнам В самой лучшей лодочке Прямо в гости к нам Здрасте Здрасте Я тоже эльф Я недавно приехал в ваш лес О, правда? Ну и как же твое имя? Стробери Славное имя То есть Элис И еще лучше Входи Этот эльф Шпион от фей Мы наговорим ей кучу Всякой чепухи Ух ты Какой большой корабль Да Только он еще не готов Мы приделаем ему ноги Ноги? У него будут ноги Как у утки У утки? А драконью голову Мы заменим Заменим головой бегемота Огнедышащей Очень интересно Что ж, рада была познакомиться Ну, мне пора домой Мы что, оправда Приделаем ноги К нашему кораблю? Конечно нет Но пусть она все расскажет Няне Плам Их корабль будет Самым нелепым Вот и я А, здесь эльф Нет, это я У эльфов корабль Большущий-пребольшущий Не беда Наш-то больше С лапами Как у утки Ах, вот как Утиные лапы И с огромной головой Бегемота спереди С огнедышащей С огнедышащей У меня нет монетки Они ведь все исчезли О, без монетки Денег не будет Есть пуговица Может, сработает Он опять готовит попкорн О, он полон пуговиц Няня, а на них Можно что-то купить? Мистер эльф Можно мы заплатим вам пуговицами? Эээ, нет Волшебный сундук сломался? Да, ваше величество Он делает только пуговицы Чем мы заплатим Мистеру эльфу? Не волнуйся, Холли Я все улажу Эээ, мне очень неудобно Оно так вышло Что у нас сейчас туго С деньгами Не стоит беспокоиться Ваше величество Право же, не стоит Прошу прощения Нет, нет Ни к чему об этом думать Чудно Когда деньги будут Дайте мне знать И я привезу вам еду Пока Оу, пока У меня для вас две новости Давай начнем с плохой Плохая новость Что хорошей новости нет Мистер эльф взял Да и увез наш завтрак И все из-за того Что у нас нет денег А зачем деньги? Я точно не знаю, Холли Но эльфы их очень любят Может, ты сможешь Починить сундук, папа? Он не сломан В него просто нужно Бросить монетку Дайте-ка мне В том-то и проблема У нас нет монет Ладно, а где добывают монетки? Моему папе платят Монетами за работу Правда? Папочка А ты мог бы работать за деньги? Почему бы нет? Можно попробовать А кем ты будешь работать, папа? Не знаю Думаю, я хорош во всем Я король Сидеть Ну, пожалуйста Видите? Это невозможно Сесть! Оу Только строгость Пусть знает, кто хозяин Итак, давайте покажем Гастону Как ходят на поводке Головы выше Вот так Ты хочешь попробовать Гастон? Нет С ним нельзя так говорить Помните, кто хозяин? Ну, я привык считать Гастона другом Вы хозяин! Он должен знать Гастон шагом! Колени выше Подними нос Не шаркай Молодец, Гастон Ай да умница А теперь попробуйте вы Ээээ... Шагом? Неплохо, но громче Шагом! Хорошо А теперь полоса препятствий Не оклынивать Теперь качели Прекрасно! Через туннель Чудесно! Вокруг палочек И прыжок через лужу Без крыльев, пчелобоби Давай, Гастон, перепрыгни Помните, вы хозяин? Гастон, прыгай! Вот так Теперь качели Так держать Забегай внутрь Молодец, Гастон Вокруг палочек И прыжок через лужу Ой-ой! Гастон упал в лужу! Он весь в грязи! Ха-ха! Подумаешь, испачкался Правда, Гастон? Пу-у-у Спасатели спасают только тех, кто попал в настоящую беду. Вам бы все болтать, вы подвезете нас или нет. Вот это я понимаю. Чай, печенье, чудный вид. Пап, можно мне везти самолет? Нет, Бен, ты еще слишком мал. Ну так не честно. Всегда все лучшее взрослым. Мы тоже хотим спасать. Вам придется подождать, пока вы подрастете. Спасибо, спасатели. Больше нас не тревожьте. Мило. Старый мудрый эльф прав, няня Плам. Няня, спасатели спасают тех, кто в беде. Ох, ну и ладно. Ух ты, вас спасли эльфы-спасатели. Я бы тоже хотела спасать. И мы. А вот взрослые нам не разрешают. Спасатели. О, слава богу. Нам очень нужна ваша помощь. Что случилось? У нас в ежевике застряла огромная корова. Мы уже выезжаем. Всем внимание. Корова в ежевике. Вас поняли. Сегодня мы с вами будем изучать чудеса природы. Вот наш хомячок Пушок. Кто из вас ответит, что он за животное? Это хомячок. Да. Но к каким животным он относится? О, к млекопитающим. К млекопитающим? Да. Молодец, Люси. Вид называется Месокрикетус ауратус. А вид его называется Месокрикетус ауратус. Надо же, Люси. Лучше будем звать его Пушок. О, нет. Гастон чует бананы. Он их просто обожает. Гастон, постой. Вернись ко мне. Нас окружает природа. Взять хотя бы эту букашку. Кто из вас знает ее название? Гастон. Это мальчик. Очень смешно, Люси. Божья коровка, да? Да. Она симпатичная, правда? А что она ест? Гастон любит кексы. И макароны по-флотски. Кексы и макароны по-флотски. Нет. Божьи коровки едят тлю. Мы посадим ее в банку. О, нет. Он попался. Пусть немного отдохнет. Надеюсь, с ним ничего не случится. Не волнуйся. Сейчас я его вытащу. Тебя заметят. Метят. Не бойся, Бен. Я буду осторожна. Мисс Куки. А по моей партии крадется фея. Кто? Фея? А ну-ка покажи. Няня! Учительница! Притворись куклой! Ну да, я кукла. О, крошечная крестная фея. Чья это кукла? М-м-м. Моя. Ты ведь помнишь наше правило? С куклой в глаз нельзя. Правильно. Я спрячу куколку в твой ящик. А ты сможешь забрать ее после урока, хорошо? Да, мисс Куки. Драконье яйцо трескается. Папа говорит, что драконы опасные дикие существа. И они дышат огнем. Ой, я боюсь. Бежим скорее. О, какой милый. Привет. О, он такой милый. Гастон, будь добр к малышу-дракону. Плохая мошка. Как назовем его? Может, милашка? Нет, назовем его Клык. Да, Клык. Мне нравится Крольчишка. А мне Коготь. А может, Дэйв? Дэйв-дракон. Да! Дэйв, вот как тебя будут звать. У Дэйва такие огромные лапы. Значит, он вырастет еще больше. Ну, чего тебе, Гастон? А, хорошо. Принеси палку. Ого! А ты умница, Дэйв. Хочет, чтобы погладили. Ого! Как мило. Дэйв, лучший питомец в мире навсегда. Ого! А куда делся Гастон? Ой, я не знаю. А, ну и ладно, ребята. У нас есть Дэйв. Принцесса Холли, пора домой. О, мне пора идти. Пока! Дэйзи, Поппи, превратите меня сейчас же, или я... Кукла-плом, накормите меня. Да, думаю, у нас получится сделать ее копию. Проходите, дети. Если нажать на живот, тогда запоете. Даже не думайте жать мне на живот. Кукла-плом, смех и гам. Ну что ж, это точно. Это точно. Так, как вы сделаете мою копию? С помощью машины копий. Работает она вот так. Я беру мячик для тенниса и кладу его вот сюда. Точная копия. О-о-о! А теперь кукла-плом. А, вообще-то я передумала. Поставьте меня, пожалуйста. Я не уверена, что хочу сегодня. Спасибо. Спасибо, няня. Вы уже... В каком смысле? В каком смысле? Да, ваше высочество. Нет, ваше высочество. Как скажете. Совсем не похоже. Совсем немного, няня. Кукла-плом. Идеальная копия. Да. И раз мы ее скопировали, можем сделать еще не одну. Стойте. Пусть будет одна. Чтобы близняшки не плакали. Я согласен. Одной няне-плом вполне достаточно. Хорошо. А теперь попрошу, верните мне прежний вид. Хорошо, няня. Ох, так лучше. Теперь можно за работу. Моя кукла! Моя кукла! О, что за статуя? Хм, какого-то древнего бога, как я думаю. Должно быть, мы близко к потерянному городу. Это что за дикое рыжее растение? О, да. Называется геликония джакуини. А этот называется хризантемом лакантемом. Откуда ты знаешь? Подписано же. О, странно. Статуя тоже подписана. И это. А на растении стоит цена. 4,99. Выгодно. Здесь творится что-то очень странное. Да, какой-то безумец прошел под джунглем, все подписав. А-а-а! Пошел дождь. Это не дождь. Это большой человек с большой лейкой. Что-то подсказывает мне, что это не джунгли. Это садовый центр. Этот гастон привел нас не в то место. Бедный пират. В сотнях миль в настоящих джунглях. А мы застряли в садовом центре. Алло? Алло! Вы уже близко? Эм, мы далековато от джунглей. Да ладно! И где же? Сейчас мы в садовом центре. В горшке с нарциссами. Нарциссы? О, да! Я вас вижу! Что? Я внутри. Посмотрите через дверь. Привет! Я думал, ты сказал, что ты в джунглях. Здесь есть джунгли. Сам посмотри. О, это возмутительно. Что ж, полагаю, лучше все же его спасти. О, одна из звезд движется. Может, это падающая звезда. О, я тоже ее вижу. О, она врежется в землю. Ого, это было близко. Давай посмотрим. Вот куда упала звезда. Делала большую яму. Это невероятно. Сколько дыма. Наверняка горячая. Спустимся вниз и рассмотрим поближе. Нет. Вернемся к ней завтра, когда она остынет. Доброе утро! Холи, завтракай! Нет времени, папа! Вчера ночью мы видели, как на луг упала звезда. Доброе утро! Бен, не хочешь позавтракать? Потом, мам! Я спешу к упавшей звезде! Привет, Бен! Привет, Холи! Ой, а откуда эта яма? Падающая звезда! Она упала с неба! Прекрасно! Ну, как выглядит эта упавшая с неба штука? А вот сейчас и узнаю, Ваше Величество. Опустить ковш! Она с окнами! Это что, корабль? Это летающая тарелка! Она открывается! Не паниковать! Это вполне может быть вторжение! Плип-плюп! Ага, это вторжение пришельцев! Все быстро паникуем! Плип-плюп! Плип-плип-плип! Сначала поднимите эти камешки. Подвиньте вперед. Это трудно! Да! Теперь назад. Клопок означает команду «Стоп!» Прекрасно! И, наконец, один простой вопрос. Магию следует использовать только в разумных целях или для забавы. А, ну, я думаю, магию следует использовать только в разумных целях. Верно! Вы все сдали экзамен по магии! Ура! И я снова миссис Эльф! Дайте же я вас обниму! Вы все молодцы! Вот ваши права! Я сам их подписал, как главный инспектор! Я знала, что они сдадут, я сама их учила! Но ведь это и есть самое удивительное! Спасибо, мудрый Эльф! Думаю, это нужно отметить! Да, да! Устроим вечеринку! А какая же вечеринка без волшебного желея? Ээээ, няня, не думаю, что стоит... Еще желе! Еще больше! А-а-а! Потоп из желея! Потоп из желея! Ромашки-букашки, кажется, немножко не рассчитала. Да вы что, няня Плам, у вас хотя бы лицензия есть? Конечно же есть! Ой-ой-ой, она же просрочена! И что это значит? А это значит... Она недействительна! То есть я не могу колдовать? Нет, это противозаконно! Взрослые не могут колдовать без лицензии! Что? Я конфискую вашу палочку! Вы не имеете права! Как раз и имею! Это произвол! Я пожалуюсь королю! Ха-ха-ха-ха! Гастон! Гастон! Мой лучший друг! Помоги, Гастон! Мы застряли! Гастон! Беги и приведи няню Плам! Там-там-ти-дам-ди-ду! Вот так! Снова чистота и порядок! Нет, Гастон! Вон отсюда! Что-что? Бен и Холли, король и королева, мистер и миссис Эльф заперты в старом руднике гномов? Нельзя терять ни минуты! Показывай дорогу, Гастон! Есть кто-нибудь? Няня Плам! Ну, хорошо, что ты пришла! Мы в ловушке! Держитесь! Сейчас я открою эту дверь палочкой! Не получается! Нет! Эта дверь запечатана магией гномов! Нужно решить одну задачку! Какую задачку? Скорость самолета 180 км в час! Какой силой должен быть ветер, чтобы снизить его скорость на 15%? Какая-то абракадабра! Няня! Наколдуй лопату и откопай нас! Мне вовек не управиться! Придумала! Гастон может прорыть лаз! Да! Гастон отлично копает! Гастон, старина! Откопай нас! А где волшебное слово? Эм... Пожалуйста, Гастон! Ура! Гастон-спасатель! Спасибо тебе, Гастон! Быстрее! Все по домам! Закрыть все окна и двери! Бегом! Ой! Кажется, я видел в мухоморе окошко! Так, дети, встаньте в кружок! Да, мисс Куки! Это мухоморы! Поставьте галочку рядом с мухомором! Мухоморы! Мисс Куки, а бывают в природе мухоморы с окошками? Эм... Нет! Пошли! Пошли! Люси, чуть не попались! Да! Но пока, кажется, обошлось! Следующий по списку дуб! Давайте его найдем! О, нет! Они идут прямо к великому дереву эльфов! Нужно их предупредить! Ох! Великаны! Они идут сюда! А-а-а! Великаны! Как большие люди! Великаны! Прячьтесь быстрее! Скорее в доме! Они уже здесь! Всем закрыть ставни! Так, теперь похоже на обычное дерево! Ой, смотрите-ка, маленький человечек! А-а-а! Вот мы и пришли! Вы можете узнать дуб по особой форме листьев! А на дубах живут маленькие человечки! Что? Ха-ха-ха! Конечно, нет! Отметьте дуб на листочках, пожалуйста! Это дуб! Уф! Пронесло! И не говори! Так! Дальше по списку насекомые! Сюда, ребята! О, нет! Они идут прямо к маленькому замку! Нужно лететь быстрее! Подождите меня! Папа! Папа! Великаны идут! Как великаны? Быстрее! Закройте ставни! Отлично! Что это за шум? Великаны идут! Скорей! Прячьтесь! Ребята, да это же Люси! Да, маленькая девочка с фермы! А с ней её баба! Какое чудесное местечко! Да, пап! Жаль, что придётся здесь всё перекопать! Перекопать? Зачем? Здесь будут пастись коровы! Это что, коровы? На нашем лугу? Они огромные! Им понравится эта травка! О! Нужно только расплющить кочки! Эй, это не кочка! Это дом Гастона! Гастон! Они хотят расплющить твой дом! Ничего, Гастон! Ты можешь жить вместе со мной в маленьком дворце! А здесь мы поставим коровник! О, нет! Они хотят поставить коровник на моём маленьком дворце! Ничего, Холли! Вы с Гастоном можете жить со мной в большом дереве эльфов! А коровий навоз мы будем хранить вон там! О! Там же дерево эльфов! Навоз! Что это? Какашки! Ой! Я не хочу жить на большом дереве эльфов, Бен! Нет уж, спасибо! Пожалуй, начну строить забор! Пссс! Люси! Люси! О! Здравствуй, Бен! Здравствуй, Холли! Твой папа строит коровник там, где мы живём! Да! Это ужасно, правда? Люси, нужно помешать ему! Хорошо! Скажу ему, что здесь живут эльфы и феи! Нет! Нет! Большой народ не должен про нас знать! Но я ведь тоже большой народ! И я знаю! Ты особенная! Кто же нам поможет? Только старый, мудрый эльф! Это всё были глупые заклинания! Кто-нибудь из вас знает полезные заклинания? Волшебное желе! Волшебное желе! Да! Оно очень полезное! Ну что ж, пожалуй, волшебное желе может пригодиться! Скажем, для детского праздника! Или пикника! Или как вкусный десерт! Хорошо! Волшебное желе! Но пусть палочкой взмахнёт кто-нибудь разумный! Я! Я! Мудрый! Кто в этом классе самый-самый разумный? Старый, мудрый эльф! Палочкой взмахнёт старый, мудрый эльф! Я? Ну я же не фея! Я никогда не колдую! Именно! Вы нам и нужны! А! Вовсе даже нет! Нет! Ничего не выйдет! Чепуха! Чуть-чуть волшебной пыли и всё! Теперь вы волшебный! У меня всё чешется! Это нехорошо! Пожалуйста, не бойтесь! Вы недолго будете волшебным! Взмахните и скажите «Желе, желе, только немножко!» Э-э-э... «Желе, желе, только немножко!» А-а-а! О-о-о! Я смог! А можно я превращу её в лягушку? Ха! У вас ничего не выйдет! П-п-п-п! Надо же! Вот веселье! О-о-о! Что случилось? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! П-п-п-п-п! Всё!